Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это FFA-сериал Аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Сидмерс Цивилизейшн 5, карта Пангея и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом всё. Приятного вам просмотра. Ничего и ход, да? А я в курсе. У меня золотишко упадет, если что. Ну, что делать дальше? Я почти закончу упадку. Ну, всё, жди конца таймера и всё. Жди своей смерти. Так, слушайте, я сброшу таймер, а то мы не походим. Блин, я не сброшу таймер. Ну, блин. О, кто там? Это я. Какие-то лаги сразу начали. А что там от немца хотели? Да, спалился ты. Армия у тебя. Плюну тебе растеренья. А, да, всё. Чего-то унесут. Сейчас меня снесут. Чего-то унесут. Чего-то унесут. Сегодня совсем уже грибла слишком сильно. Чебаха? Да. Ну, конечно. Я смотри, как же беру рыбку одну, да? Вот так сижу. Кидаю рыбку. Она что-то грибёт, 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 грибёт. Потом встал, смотрю, вот на это стекло положил. И она на неё грибёт. Ну, я взял скупу, она всё равно грибёт за моим пальцем. И ша-ээээ. Да, чувачок. Ты так научился за полтора-четыре, или сколько мы там играем, сделать по кнопке? Ну ладно, прикольно же было. Да, мы из жизни земноводных послушали. Не хватало только музыки. Как это, в мире животных почти. Чё, он черепах переводит? Блин, не хватало только музыки, это в мире животных. Я не включаю. У меня почему-то глючит. Я ставлю, чтобы на голос. Ну, то есть, имеется в виду, господи, на клавишу. Но, к сожалению, не получается. Там надо выделить эту клавишу, когда тебя просит вот-вот. Готово, или типа того. Или сохранить. Блин, чё у меня с пингом началось? Он через интерню, у меня скачет пинг. Да, такая же фига. У меня со всеми так сейчас началось чё-то. Миша-то доходила, а там уже был пинг, с этим ужином. Во, сейчас все норм теперь стало. Да, заканчиваем Миша ход. Хорошим, могу, надо бы полницировать, как кажется. Оно был бы хлопок, гемы, мрамор. И, видите, спайс, благовонник. Или чё это. Так, а что там у кельта за верование? Плюс два счастья. Ну, он пошёл оставить гору и реку. Мечети можно оставить. Продукция от лодок, кстати. Вот мне, кстати, в этом городе, как видите, это очень хорошо будет. Блин, зря я ходу на страны, материн. Сейчас, наверное, я не опну. Тут вытянутый, там вверх головы поднимаются. Вот, блин. Блин, надо это заскринить, две петры. Дельта, зачем тебе армия под Генвей? Дань, прошу. Ну и как-то мне не хватает немножко ещё за Даню. Опять висим. Ушли до 666 очков. 695 мне показывает. Ну, сейчас уже да. Так, ну в Венеции Голиаса не строит, я смотрю. Так, Этерн и вышла в Ренессанс. Куда именно? Интересно. Ой, не то, смотрю. Блин, почему у меня... Ай, блин. В банковское дело. Потому что из загрузок я уже переключал на астрономию. Но из-за загрузок вернулось всё обратно. И открываются мне ненужные мне арбалеты. Блин, спарта это, конечно, пипец. Он какой-то враждебный. Ай, блин. Ай! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что у нас с демографией? Я третий по солдатам, последний немец. Так, месье Халецкий, я могу пройти через ваши земли? Нет, конечно же. Хочется дойти до сухотая. Иди через шведа. Там одинаковый путь. Швед, ты дашь открытые границы? Когда надо, еще еда нет. Блин, Этерны, ну ты надоел реально. Этерны, ты тут? Ты тебя выкидывает? У тебя реально что-то с интернетом. Я оттянул ход, попробую войти. Так, а мы до сколько там играем? До двух. До двух. Еще где-то подбирать, сожду. Блин, немец, вынеси ты грека. Из-за этого мы не сможем завтра продолжить. Нет. Грек, не поддавайся. Этерны, ты входишь? Да, захожу. Ты откатил, да? Да. Так что, заканчивай ход. Со всеми хорошо. Нет, все, лучше становится. Ты еще знаешь, может быть, точка Wi-Fi не справляется с нагрузкой, которая на нее идет. Не перерабатывает. Мы же сейчас играли же вот с шести вечера, и все было норм все время. Не было все норм. Постоянно лаги были, что ты. Но это только в самом начале было. Первые три сходов, потом все было норм уже, и не было такого. Нет, я же нападаю, у меня-то бонус не действует. Вот это там у тебя действует. Гамбра. Золото. Так, могу я там с кем-нибудь поменяться, кстати, роскошью. Со Швеции. Могу только со Швеции, собственно. Хотя мне ему нечего предложить. А как выглядит модель запретного города, если он строится в городе? Ну, он у Кельта явно строится. Кельт в банковское дело вышел. А кроме него никто не вышел. Да, но... Блин, я меценатство не открыл, но я... У нас, оказывается, Кельт в игре есть. Капец. Я специально вышел туда, чтобы построить этот запретный город, а меценатство забыл открыть. Блин, черт. Женщик. Женщик. Ты дашь мне открытые границы? Нужен мне мечник не шить. Просят маленький, но очень гордый грек. Я же специально скаутер своей... Треремкой. Возле моих границ. Да, я хочу садить, что ты строишь. Ну, ты хочешь мои караваны воровать, я знаю. Спасибо. 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 Мне шесть ходов до выхода в Ренессанс. До этого момента мне принимать... Принимать политику нельзя. Так, золотой век закончим. Если я сейчас сожгу 240 добавится, то есть будет 337. 675 минус 337. Это... Опять. Где-то 320, 330. Это еще задумывается. Сосику. Тебе стоит точку, кстати, перегрузить будет, если ты вылетишь. Если я вылечу, я могу поменять интернет, ставить и снова посидеть. Но он сужен, на самом деле. Я тебе рекомендую точку перегрузить будет. Ну что, висим опять, да? Да, капец. Немного отлагала. Что идет со временем? Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Так, вот и все путем тут. Все юниты в городах стоят, чтобы меньше тратить денег. Слушайся, ну нафига ты, вот нафига тебе такая армия у меня на границах? Я на тебя не буду нападать, блин, я морская держава. То есть ты, как прям вот заставляешь меня строить армию и как-то решать с тобой вопрос. Я не понимаю, зачем вот это... Вот этот ужас, который ты тут настроил. Чтобы ты боялся. Чисто для раскрашения. Сиам. Да. Ну, да, это для защиты, как бы. То, что я вижу, я вам просто расскажу, как выглядит защита, по мнению Сиама. На протяжении 7 клеток в 2 ряда стоят юниты. В 2 ряда. Копейщики, слоны, арбалеты. Защита от кого? Да он просто сразу демонстрирует, что оно есть. Чтобы ты не думал. Давай, Сиам, в том же духе. Не остановлюсь. Покупай, недорого. Сиам, ты можешь понять, что мне твои города не нужны? То есть как... Зачем мне на тебя просто нападать? То есть чтобы просто выключить тебя? По мне так намного выгоднее, чтобы ты там кельта больше напрягал. Ты к кельту ближе, чем ко мне. Или того же шведа. То получается, если я, например, на тебя нападу и каким-то образом вынесу, то получится, что швед вообще бесхозный там развивается как хочет. Нет, блин. Он против меня юниты выставил. Через 2 хода будьте город Венеции. Я примерно видел, где там твой. Ну я уже почти пришел туда. Ниндзя. Но деньги уже давно ждут. Может я просто закончу твои страдания? Нет, я буду сопротивляться. Нет, я буду сопротивляться. Да зачем тебе уже? Ты все равно завтра доиграть не сможешь. Я буду... Зачем тебе? Я буду гриться до последнего. Мои 300 спартанцев еще что-то могут. Ну ладно. Давай, принимай. Зачем тебе мучиться? Я отведу армию, но только я оставлю своих разведчиков здесь. Ну пожалуйста. Ну блин, не в 2 же линии, блин, сколько тут 12 юнитов в 2 линии стоят. Поставь, можешь даже разведчика около моих границ поставить, чтобы смотреть, что я реально к тебе там никого не веду. Немец, за час и 10 минут ты успеешь? Да. Вот, два хода астрономии, отлично. Можно. Хорошо. Хорошо. Блин, нафига я тут еще один Голиас спасу? Ну это опять же из-за сейлов. Я менял... Ай, блин. Ой, блин. Виси? Да. А нет, отвисла. Я бы честно принял бы твой оборонительный союз, если бы у меня был бы еще один сосед. Сюда я переключу, уже тут за счет двух будет три культуры вообще даваться. Я где-то даже каравана пускаю. Да, я сам спрямую пушу, тогда эти рыбы будут давать молоточек. Кстати, мне желательно учить их рыбу купить. У меня деньги нужны. Какое есть? Три бушет доведешь. Что там в Венеции у нас? Конечно. А в Венеции не парится, не строит армию никакую. Вот нафига. Мне же будет больно. Че, барбалета вышел крутой теперь? Да. В Венеции нечестно. Так, гляз, это мне все не надо. Интересно, когда-нибудь смогу я религию основать? Харбор тоже не нужен. Ну, давайте, Анкар-Ват, чтобы быстрее вот эти клетки все присоединялись. Сколько у меня ходов осталось? Несильно много. Вау, мечники Криса удивят, вот есть. Интересно. Да это Сидон повыдавал. Видите, вот наводишь на трейд и пишет, что они знают секрет Крис, Крис Воинов, Крис Сворцман, значит. Этот военный ГГ будет давать Крис Воинов. Можно еще, например, проверить, какие у нас тут военные еще есть. Сука, я нашел, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Он тоже сказал, между овцами у меня у нас есть. Еще один где-то, вот Талматы, например, что Талматы дает. Ну там туда все будет давать. Все, больше нету. А кто-то поменяет мне мечника с Крисом на обычного мечника? Казаки. Пожалуйста. Я не поменяю. Ну какой смысл? Ну типа, этот мечник с Крисом просто, ну два раза играл за Индонезию, и оба раза мне выпадали им какие-то повышения, которые, ну только вредили. Там типа, ну, двадцать очков урона наносилось на вражеской территории, и типа он хуже защищался от дистанционных атак, поэтому... Офигеть, что, правда, такое есть, что ли? Двадцать очков урона, это жесть. Там, ну, что есть, нехорошие, где они гнезейцы. Не-е-е-е. Ну что там, немец тебя окончательно нагибает? Он пришел уже учить. Плохой. Гельт красиво. Вырывается. Ты бы, Сям, смотрел на демографию и больше кельта опасался. Глядя, какое у него производство. Сколько у него золота, еды и так далее. Хрен на себе, что и терракотку за глобахом? Да, это чтобы армию особо не строить. Это чтобы наверняка, да? Не, ну просто я пару рублячиков построил, просто чтобы, ну, особо не напрягаясь захватить, ну и производство нового не уважив. Я не считаю, что его нужно опасаться. Мне кажется, что, ну, вряд ли он собирается меня захватывать. Почему? А почему ты думаешь, что я хочу тебя захватывать? Ну, потому что это было, ну, как бы, похоже на то, что... Хорошо, я просто поставил своего лучника возле границы. Зачем было мне так сильно угрожать и гулять, да? Потому что ты вышел в слоны первый, и у тебя была самая большая армия. Вот как ты думаешь, я знаю, что мой сосед вышел в свои уникальные юниты, стал первым по армии, и его юниты почему-то проверяют, что у моих границ делается. Да нет, все, понимай. Зачем? Зачем вы кельту помогаете? Я не пойму, человек первый по развитию. Это только выйдет его еще дальше. Кельт первый по науке, с ним Венеция заключает научный договор. Это не был научный договор. Как это? New Research Agreement написано. Я ему город за это дал. Меня это очень затрапозит. Как это? Ты же специально для него и поставил город. Ну да уж, договаривались с ним. Договор есть договор. Что там в Венеции интересно золото? Может он, может просто юниты покупать? Спарт побежает. А Финну не взял, так на Спарту пошел. Ну, пролагивай. Я хоть и спел разграбить, я даже не увидел. Да, приличное золото. Нет. Что-то какие-то тормоза пошли. А что ты идешь в мою сторону, Сиан? Что это такое у тебя? Ну, в любом случае, это не важно, учитывая, что у нас, как бы, оборонный союз. Ну, то есть, опасаться нечего. Ну, мало ли. Ну, что вообще, когда-то многоходовочка от себя. Такая непонятная. Просто тупо не успеваю кликать. Почему, мне какие-то тормоза начались в игре внезапно? Потому что это двойная пошла. Самая кровавая в истории Греции. Блин, где мой пророк? Там уже крепляют вовсю. Так, помните, что есть? Ресурсы. Усяма что-то есть. Могу я с ним торговать, например. Нет, не могу. Мне надо, чтобы добавилось. Видите, уже три науки здесь. Это веселее. Вот и пришел мой конец. Хоть я не могу здесь лодочку поставить, но хоть какая-то обработка. Так, а если на еду? Пять. Блин, я, наверное, больше смотрю на пинг, чем за игрой слежу. Следующим ходом с партией придет конец. К сожалению, не могу я апнуть флот, видите? Чтоб приплыть к Венеции. Эх. Ну, мне очень хочется Венецию вынести, потому что иначе, если я ее выношу, то я буду гегемоном на море. А это, по-моему, на такой карте очень неплохо. Хочется купить рыбу, хочется, но хочется и денег сохранить для аппа во фрегаты. О, внезапно. Бах. Ты видел это? Я не знаю, он там тебя обижает, издевается над тобой, что ли? Да он меня обижает. Он такую армию привел, чтоб я точно не отбил. А у тебя был шанс, понимаешь, грек, у тебя был шанс, когда ты там первый по армии был, когда у германцев не было армии вообще? Нет, там не было шанса. Там у него была такая же армия, как у меня. О, я немца нашел и грека. Интересно, откуда? Конгресс. А, точно. Швейц-Барта. Ты была очень красивая борода. О-о-о-о. Ты там, Гоша, косишься, то что? Швер, ты бы лучше предложил не торговать с городами-государствами. Нафига тебе таизм? Его ж никто не примет. Все против него проголосуют, у людей другая религия. Пармонгер, палец Парту. Берлин – это тоже 23 жителя. Это был мой самый красивый город. Ты его и слышишь. Так Берлин, ты видел, какой там Берлин? Там, блин, жрачки, там раз, два, три пшеницы. Четыре пшеницы. Четыре пшеницы, да, значит, не все я вижу. Там соль, то есть... Подождите, а при чем тут Берлин? Ну, самый большой город в мире. Ну, это случайно. Случайно получилось. Ну, по крайней мере, я умер не первым. Я выдержал. Нет, ты хорошо сражался. Три войны все-таки. Вот это четвертое. Я думаю, мне памятник я застук. Ну да, Афины 7, Берлин 23. Ну, так, я через вор иду. Я так универ не достроил, на самом деле. Вот тебе. Да ладно, наконец-то у меня появился пророк. Сейчас что-нибудь... Что там осталось вообще? Звездные войны. Ну вот... Получать науку, когда в другие города распространяешь. Он в натуре построил армию уже раза в четыре чем надо. Больше, чтобы точно я не отбился. Три. Наверное, может, еду. ну чудес у меня нету да давайте еду да да религия на 117 самое интересное что еще одна религия возможно но пантеону мне было не основать так следующим ходом сожгем так шире ты был самым добрым ко мне вот игре подожди я немец держи карман шире как он делу ел явно него выносил выносил хаунте держи карман шире да швед давай тебе дружбу а ты мне договор об исследованиях 20 положительно есть хорошо я надеюсь то что после моего ухода этого немца нагнут за что я же им помогая что придет маленький фронт к берлину и опустит кольцо кельта это тебе что ли венеция подарила 1100 золота нет и просто каплю и злой саруман погибнет я не люблю драться очень любит умирать наверное да блин немножко ссороман погибнет делавоси меня нет но напоследок спер технологию у меня и у вражеский рыцарь погибнет мне мне деньги нужны сиан мало денежках целью минус 12 вход какие блин договора чем ты деньги нужны на модернизацию для выноса венец да вроде поможешь нападут на венец ну все-таки 118 ходов я думаю для такого старт который ну видишь рандом такой во первых территория сам видеть до пустыни тундра сверху вообще равен за армию строить непонятно мне это так что я хотел а когда это макрос зачете 7 ходов могу тех украсть внезапно поставился шевенец этими своим скал матчат стоишь у меня столицы тоже хороший вопрос ну объяви мне войну я рекомендую скауту объявлю все будет плавать тут первый раз вижу чтобы сам появился в тундре вообще тут одна тундра не вижу ни одной клеточки тундра и снега вообще жесть все меня перегнали по демография все потому что был золотой век ты немец аду его бейте бейте немцы за что я еще не все продал надо тянуть время также не честно 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 я надеюсь наступит ядерная зима уфицы так я успел я успел держи швед последнее золото греческой империи все всем спасибо за игру давайте тебе спасибо видос с разносом кто там сосед его швед давай такую спокойной ночи может подольше поиграем сегодня ну я не против как-то быстро заканчивать бы так можно все на производство переключать что мне так минус по золоту то я так и не апну ни одного захожу в смысле заходишь кто я отвалился нам не показалось что ты так сказать блин ну не заходи у нас ход закончился у меня ну ну ход начнется ты зайдешь ступакеш ход тогда пропущу ну ты походил тем ходом нет ну тем ходом который заканчивался я походил я сразу вылетел ну все зайдешь и начался новый ход да кажется начался новый ход прошлым ходом забрали столицу грека ты это видел ну да ну вот это был прошлый ход нет я ничего не перепутал прошлый ход вот да вот тот ход и я в конце этого хода вылетел сейчас новый ход идет ну начался новый ход заходи походишь и ниндзя кикни рил захожу а у немцы из города на воде без понятия нет смысл не ставит наводились у меня столицы на суши и особо нету так вино соль блин я не смогу лапнуть ну блин куда деньги деваются я не понимаю вошел ты да я в игре ну ход и только откатит ага не то почему не тормозит все не то почему не тормозит все все кто там еще такой почему по пробке стал третьим очень интересно через что шли скорее всего венецию очень хочется взять тем более что вроде как венецианец особо не стремится защитить и почему тормоза я единственное не могу понять какие-то какой-то тормозилова чуть раньше почему-то построилась анкарват ну нет оксфорд нафиг надо так почему почему можно рыбу он хочет пустую клетку присоединить что за блажь какая-то странная ладно давайте стены один ход построим и начнем сразу фрегаты ох мрамор наконец-то а нужно ли мне этот рыцари серьезно венецианские рыцари есть и такие че еще одна копьяку даешь тут настроил армию против сиама я думал он сейчас пойдет на меня слонами тита а так ему надо было идти почему он бы не мог меня взять понимаешь остановил бы хоть помог людям так а ты сам себе не можешь помочь я могу но вполне все равно же не одним городом клипа или давайте посмотрим как венеция клепает и а уже поставил очередь все-таки давайте поищем а вот он как у меня вовремя везде могут начать строиться фрегаты а что там мая при открытии архитектуры что ли дай начинают золото давать уже ли уже вышел почему не пишет нифига лёша шел вот и я и вышел это когда мои начинают золото давать экономика наверно блин главное где-то это было написано я почему-то тире найти его реакции а где написано в авиации ему песни самое последнее а до как далеко вот иди в авиацию зачем идти в бригады поверишь а она все взаимосвязано это не те фига ты которые ты ищешь а почему такое большое я плачу за что главное не могу понять что там у венеции он строит свои голиасики что мне тоже не помешаю помешали бы рыцари высадится у него там где-то и пограбить караваны у меня правда вроде юнитов своих неплохо так может купить тогда рыбу раз нехватка и так тут со мной воюет только милан ну не очень конечно тут у венеции развитие и я смогу попытаться его забрать благодаря этому него там есть неплохие здания неплохие чудеса например пирамиды колосс мавзолей геликарнатский это все очень неплохо будет так постоим пока вот это геноцид греков осталось всего 1000 вымирающий вид ниндзя ты чё ну блин достал он тянут как-то надо чем не психовать уже так совсем блин два раза длился дать они не прощает фигасе швед а чё ты армию такую настроил думаешь не мисс на тебя пойдет но есть такая кстати вероятность ну знаешь кацтеку те тоже не не самое удобное было костяка святое было так знаете что мне надо встать на железо на всякий случай костяка святое Продолжение следует... Да, золото у меня... Очень все нехорошо. Еще и со счастьем не очень все. Так, ну я вот сейчас, по идее, мрамор следующим ходом должен обработать. Тогда все станет веселее. Плюс я могу все-таки колизеи построить. А, они уже построили в некоторых городах у меня. Вот тут нет колизея. Индийская компания, плюс два золота. Нет, плюс четыре золота. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досорели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.